Freedom Planet Планета свобода Планета свободы Свобода планеты Это игра 2D, пиксельная, платформер Похожая на Соника Похожая на Соника Настолько похожая на Соника, что все про неё говорят Игра похожа на Соника Соник с сиськами Фан игра про Соника, да только не про Соника На самом деле Freedom Planet это самостоятельная игра В которой самостоятельные персонажи Самостоятельный мир, самостоятельный лор Это не фан игра про Соника Но, блин, похожая на Соника, знаете почему? Потому что это платформер, потому что он пиксельный, потому что там есть скоростной геймплей, да и персонажи внешне немножечко похожи на Сониковских. Вот так вот. А вот в чем одна занимательная правда. Freedom Planet действительно своими разработчиками сначала задумывалась как фан-игра про Соника, но из-за каких-то ограничений и рамок, которые накладывает мир Соника, разработчик решил отказаться от этой идеи. Правильно, я очень рада, что Freedom Planet является самостоятельной игрой с самостоятельным миром. Мир, лор и сюжет Freedom Planet действительно сильно отличаются от мира Соника. И геймплейные механики тоже. Разработчик вложил много сил и средств в эту игру, и если бы это была всего лишь фан-игра про Соника, то она бы не могла быть монетизирована. А как же разработка второй части? Кстати, Стивен, когда Freedom Planet 2? Я про Freedom Planet узнала очень давно. Я видела еще пост на Кикстартере, когда собирали деньги на эту игру, и мне уже тогда хотелось в нее поиграть. И только спустя много лет, мне как-то на ютубе попалась музыка из этой игры и упоминание ее. Музыка, кстати, была просто офигенная. Relic Maze. Этот саундтрек, наверное, до сих пор мой самый любимый с Freedom Planet. Так вот, увидев название этой игры, я сразу же узнала ее. О, так это же та самая игра, на которую собирали деньги на Кикстартере. Все, надо играть. И через какое-то время мне ее подарили, за что огромное спасибо. И вот настал тот момент, когда я наконец-то взялась за эту игру, за прохождение. Так, подождите. В ней нет русского языка. Мне срочно нужен русификатор. Там же столько диалогов. Так-то лучше. Первое, что нас встречает при запуске игры, это катсценка. Так, на планету напал злой зеленый дядя. Мы сразу понимаем, что это наш главный гад, от кого мы и будем освобождать нашу планету. Эй, гад, что ты сделал с королем и с принцем? А дальше нам следует какая-то лекция, из которой нихрена не понятно. Если подумать, то на данный момент мы вообще ничего не знаем о мотивах главного злодея. Ну, то есть мы видим, что он гад, вот он напал, он там, может быть, захватил власть, может, каких-то богатств хочет. На самом деле он хочет камень энергии, чтобы свалить с этой планеты. Потому что он потерпел крушение. На самом деле его сбила коалиция. Ну, короче, сюжет. Вот только мы видим, что он напал на дворец. Все его мотивы мы узнаем далеко потом. Сама кат-сценка, на мой взгляд, довольно классная. И мне нравится, что кат-сценки здесь выполнены именно вот в спрайтовом стиле, как сама игра. Музыка на титульнике великолепна. Уровни сложности для каждого. Итак, когда мы наконец начнем игру, нам предложат выбрать между двух персонажей. Потом откроется еще третий персонаж. Мило. Так, хочу сказать, что я прошла игру на данный момент только за Лайлок. Поэтому я явно видела не все. Но уже тогда я знала, что у этих трех персонажей разные способности. За них играется по-разному. Но мало того, у них еще и уровни несколько отличаются. У каждого персонажа есть немножечко собственных уровней и собственных боссов. У каждого типа свой сюжет. В общем, это как в третьем Сонике. Есть путь за Наклза, есть путь за Соника. Это добавляет реиграбельности в игру. Разве это не офигенно? Какой-то самолет падает. Это что, враги? Скорее всего, да. Нам нужно броситься в погоню. О, нет, нам нужно кому-то помочь. Первое знакомство с характерами героев. Надо сказать, что с одной стороны, эти персонажи достаточно клишированные. Можно сказать, шаблонные. Но с другой стороны, они достаточно разные и интересные. Кэрол хочет развлекаться. А справедливая и добрая Лайлок рвется на помощь. Да начнется игра. Графика. Красочная, сочная. Задний план такой красивый. Посмотрите на анимацию персонажей. Она очень разнообразная. Ее много. Не могу припомнить такого места, чтобы где-то мне прям графика не понравилась. Или что-нибудь такое. Вы только посмотрите, какая она атмосферная. Вы посмотрите, какое внимание к деталям. Музыка здесь просто прекрасная. И надо сказать, каждый саундтрек здесь подходит к уровню, на котором он играет. Почти все саундтреки из этой игры я слушаю отдельно от игры. Но, куда более важная составляющая игры, это геймплей, который начинается с управления. Лайлок, ты почему, блин, такая резкая? Так непривычно после соников. Но, после того, как я привыкла, я стала чувствовать себя нормально. Физика тут, кстати, местами забавная. К ней тоже нужно привыкнуть. О, на врагов нельзя прыгать. Их нужно бить, рукопашную. Ах да, позже мне сказали, что Лайлок атакует своими волосами. Прикольно, да? Тут есть удары с комбинацией клавиш. Типа вниз и атака, вверх и атака. Но, в итоге, чаще всего мы будем пользоваться только двойным прыжком. Ну, а что делать, если он сильнее и удобнее любого другого приема? А еще у нас есть способность. Вот мне этот разгон больше напоминает способность из Рокетнайт Адвенчерс. Ну, может быть, немножко похоже на рестарт. Почему я не могу лететь вверх? Только по диагонали или прямо? И, блин, как же эта энергия долго заряжается. С одной стороны, баланс, все такое. Но, с другой стороны, были моменты, когда это начинало напрягать. И приходилось просто останавливаться и ждать. Повсюду разбросаны синие камушки. Если собрать 200 таких камней, то мы получим жизнь. А значит, я буду старательно собирать их всю игру. В игре еще есть щиты. Их тут 5 штук и у них разные свойства. А узнаем мы эти свойства экспериментальным путем. Это что, коллектиблсы? Коллекционные карточки, которые спрятаны в разных уголках уровня. Дополнительный стимул исследовать уровни. Я люблю исследовать уровни и мне эта деталь нравится. Но, на самом деле, это всего лишь дополнительный материал. Арты, музыка и все такое. Это хорошая дополнительная штука для тех, кто любит собирать всякие редстары там. Но, в то же время, если кому-то хочется просто пробежать игру и забыть про нее, то такой игрок ничего не потеряет. О, местная Глэдос. Тут на уровнях можно найти еще кое-что. Я прошла целую игру. И буквально до конца игры я не могла понять, что это, для чего я это собираю. Что означает этот иньянь? Как оказалось, это вход в бонусную комнату. Причем мне об этом кто-то в комментариях написал под моим прохождением. А камушки это своеобразная валюта, чтобы кинуть кость. Выбило сразу три жизни. Офигеть, это же очень круто. Короче, в игре не хватает подсказки, которая бы объясняла, для чего нужны те или иные вещи. Ну, мануалы, обучение там какого-нибудь. И если щиты еще можно как-то изучать на ходу, то понять, зачем ты поднял вот эту вещь, ну, не так просто. Я была уверена, что это какой-то континиум. А связать то, что я подняла и тут же об этом забыла с появлением бонусного уровня в конце, ну, я не смогла. Хотя со щитами тоже все не так просто. О некоторых их эффектах я узнала только с Википедией. Геймплей в этой игре действительно достаточно быстрый, скоростной. Экшон! Мои мысли на первом уровне. Как же эта игра легка и быстра. Кстати, музыка неуязвимости классная, ты реально чувствуешь, что ты крутой. Это же первый босс. Он что, сперт из рестара? Он очень легкий. Кстати, анимация плавания Лайлок тоже прям точно из рестар. Или Рокет Найт. А вы говорите, Соник, Соник. Нет, это не только Соником вдохновлялось. Это еще и рестар. И Рокет Найт Адвенджерс. И даже Ганста Хироуз. Блин, реально скопировали. Наверняка и еще какие-то классические игры. В общем, набрали всего, что нравится и сделали свою игру мечты. В обоих актах первого уровня босс один и тот же. Я думала, что так будет всю игру. Ну, типа Монстр 1, но две разные битвы на один уровень. Оказалось, немножко не так. Но некоторые боссы как бы немножечко повторяются. После победы над первым боссом мы встречаем нового персонажа в нашей истории. А также нового гада. Буквально гада. А он достаточно харизматичный. В отличие от Орка. Блин, он даже в катсценах делает эту атаку. Как же этот гад заставит меня страдать потом, когда я буду с ним драться. Как же этот гад заставит меня страдать под самый конец игры. Это самый сложный босс в игре. Вау, шутка про то, что Карл пацанка. Мы узнаем, что кто-то хочет украсть королевский камень. У нас Сала похищает в погоню за Салом. Сала, отдай. Так это типа королевский камень, нет? Вот знаете, я не очень внимательная. Королевский камень нам показывали в начале, он другой. Это не он. Тогда при чем здесь этот камень вообще в нашем сюжете? Короче, я думала, что это и есть королевский камень и ничего не поняла в сюжете. Мы все бросаем и спускаемся в пещеры зачем-то. На самом деле, настоящий королевский камень как раз таки в пещерах. И получается, вот этот пояс вообще был каким-то роялем в кустах, я не знаю. Нас просто подбросили ровно до места. В пещерах супер красиво. Кстати, интересные некоторые ачивки здесь. Нестандартное убийство мини-босса, например. А кто ты такой вообще? На протяжении всей игры я буду не понимать, что это за персонаж. Не важно, он тырит камень. Сэй сюжет. Я вообще половину не понимаю при первом прохождении. Что? Этот босс просто бешеный. Это, наверное, первый сложный босс в этой игре. Маленькая собачка спасла Кэрол. Девчонки принимают ее в свою команду, это так мило. Катсцена длиной почти в 15 минут. Так, а вот это вот действительно уже недостаток игры. Здесь действительно затянутые долгие катсцены. И их содержание, ну, местами достаточно сомнительно. Чуть ли не всю катсцену можно было бы вообще вырезать, и мы ничего бы не потеряли. Здесь с ними реальный перебор. Половина игрового времени катсцена, половина игрового времени геймплей. Когда мы наконец-то продолжаем играть, мы попадаем в красочный город. Здесь можно присесть отдохнуть. И даже сходить в лоток. Только не мужской. Тут есть лотерея. Все, это Соник. Вот мы и дошли до змея. Как же он меня замучил. Вот как мне уворачиваться от этого спама? Вот кто-нибудь мне может сказать. Второй акт вообще супер красочный. И мне нравится, кстати, вот этот азиатский стиль. Он все еще харизматичный. У него та же атака, серьезно? Что? Друзья приходят на помощь? Вау, вот это вот мне действительно понравилось. Это же дружба. Ух, что ты такое? Я уже говорила, что он харизматичный. Вот как же жаль, что эти персонажи не бегают с нами постоянно вместе. Ну, как Соник с Тейлзом. Если бы они разделялись только по сюжету, то игра могла быть еще интереснее. Ой, этот лист такой миленький. Нет, на самом деле он раздражает. Нас пригласили пожрать суши. Я хочу играть. Дайте игру, хватит катсценок. Летучий корабль? Это, конечно, круто. Этот уровень разделен как бы на три комнаты, которые нужно пройти. Этот босс вывел меня из себя. Я била его 45 минут. За что? Вот просто за что? Как-то в этих катсценках слишком много событий происходит. И вот мы уже в тюрьме. И вот нам уже нужно сбежать с этой тюрьмы. Да ё-моё. Гад, который не поверил нам, ты еще пожалеешь. Сюжет реально заставляет меня путаться. Как-то слишком много лишнего, понимаете? Красные шарфы какие-то. Скорее всего, играя за других персонажей, я смогу лучше узнать всю эту историю. Но во время первого прохождения это... Пощадите. Уровень с побегом из тюрьмы офигенен. Графика, музыка, динамика. Бешеная панда. Как же она вывела меня из себя. Очередной сильный босс. Она такая сложная. Реально игра так усложняется. Такие боссы прям вот неадекватно иногда сложные. Вот серьезно. А что же будет дальше? А каким же будет финал? А так все легко начиналось. Но как же мне здесь нравится музыка босса. И как же мне нравится анимация этой панды. Она миленькая на самом деле. Но за этот бой я ее никогда не прощу. Еще мне нравится, что на большинстве уровней есть маленькие элементы, которые разнообразят геймплей. Вот только здесь пузыри какие-то неуправляемые. Мне кажется это как-то странно. Бежим мы такие, бежим по своим делам. Все у нас хорошо получается. И вдруг нашего таракана у нас украли. В погоню, в погоню. Долбанный змей, опять ты уйди. Это кстати очень атмосферное место. Когда мы подходим к боссу, музыка стихает и пропадает. Друзья опять помогают с боссом. Но после победы наши герои не радуются. Друга похитили и подружки в отчаянии. Лайлок, Кэрол, подружки поссорились. Мое сердечко. Вот знаете, пусть персонажи и в каком-то смысле клишированные здесь, но тем не менее они достаточно живые. Их взаимоотношения. Они вызывают чувство сопереживания. Может кто-то со мной будет не согласен, но блин, у меня они вызывают эмоции. Я не требую от сюжета многого. И я не такой мамкин цинник, каких сейчас много среди всяких обзорщиков. Лайлок принимает решение в одиночку идти спасать Торка. Лайлок это вообще вся такая правильная и справедливая девчонка. Вот уж слишком правильная. Типичный протагонист. Вот всех-то она непременно спасет. А Кэрол это настоящая дикая кошка. Это мой любимый персонаж во Freedom Planet. У нее еще и внешний дизайн классный. И как эта дикая кошка-пацанка вышла на эмоции в этой сцене. Мила же очень трогательная собачка. Я на самом деле не очень люблю вот таких вот смазливых персонажей, но Мила мне нравится. В основном из-за взаимоотношений между персонажами. Наши девчонки приняли ее, считай, в семью. Идем спасать Таракана. Термальная база это очень даже сложный уровень. Служа с игры все растет и растет. Какой же там мерзкий босс. Ну какого фига? Вот вообще, ну как? Ну что с этим делать? Ну что с этой игрой не так? Как несправно, следующий босс оказался полегче. Это Глэдос, я вам точно говорю. Опять мистер Харизма. Лайлок поймали. Ее пытают? Вот это жесть. Ее в натуре пытают кровь. Друзья приходят на помощь. Кэрол, ты пришла. Ты ведь не бросишь меня. И опять огромное количество сюжета проходит в катсценках. Пойди туда, не знаю куда. Найди то, не знаю что. Этот гадюныш сам же не прав. И еще и заставляет нас что-то делать, чтобы очистить свою честь. Я не совсем поняла, почему эту миссию должна выполнить именно Лайлок. Почему они сами не могут этого сделать. Мне кажется, это просто размытый сюжет, просто чтобы как-то связать уровни. Или это как-то связано с тем, что она дракон, типа. А магистр кто? Он тоже как-то на дракона похож. Какой же он загадочный такой весь. Следующий уровень офигенно красивый. И такой отдых для глаз после огненной базы. Нет, он не легкий, но самое главное здесь этих циклопов зеленых нету. Зато есть Ройбидрил. Самое главное и необычное здесь это кольцо, которое дает второй рывок. Еще это кольцо позволяет кидаться атакой. Так стоп, она что свои волосы кидает? Вообще я думала, что нам это типа дали новую способность. И такие кольца теперь на каждом уровне будут. Но нет, оказалось, что это только на этом уровне есть. А в конце уровня нас ждет самое беспощадное место в этой игре. Вот на то, чтобы здесь залезть, у меня времени ушло наверное больше, чем тут длятся катсценки. Зачем это сделали? Это выглядит как баг, косяк какой-то. Ну серьезно. А еще тут есть забавный баг один. Это что, дракон? Вау, офигеть, здесь есть дракон. Босс относительно легкий, легко предсказуемый, запоминаемый. На самом деле казалось, что это... ЧЕГО ВООБЩЕ? Это голограмма что ли такая? Немного юморочка. Какое послание от предков. Чего вообще? Не, ну если честно, то это какой-то бред. А то что получается, что Брэйвон уже был на нашей планете? А может быть это он уничтожил нашу расу? Ни хрена не понятно. Ну да, походу он у нас уже был, и он у нас скопировал все эти технологии крутые. А голограмма-то оказалась материальной, как мы на ней сидим? Что это такое вообще? Голограмма, не голограмма, как? Зато этот уровень сильно отличается по геймплею. Смотрите-ка, шутер мап подъехал. Ну если честно, он какой-то унылый. Зато после него мы вступаем на один из самых красивых уровней. Тем временем сложность все еще растет. Вот корабль Брэйвона, очередной хардкорный босс, который мне билось очень долго. Видите в чем дело, боссы здесь очень быстрые, нужна скорость реакции. Ага, нам дают предупреждение, и у нас есть мгновение, чтобы увернуться от ваншота. Эти атаки нужно запоминать в любом случае. А еще атаки у Лайлок иногда такие, что бывает трудно увернуться именно из-за того, что ты в каком-нибудь сайкле там находишься и не можешь приземлиться вовремя. Кстати, музыка, музыка новая, и из-за этого я подумала, что это вообще финальный босс. Ну или какая-то первая стадия финального босса, типа того. Ну, в каком-то смысле так и оказалось. Оказалось, что до конца еще довольно долго. И опять жесткий уровень. И опять босс, которым я билась целых полчаса. Но он все-таки имеет какой-то мувсет, который позволяет на нем жить. Это, кстати, тот самый принц, которому промыли мозги в самом начале игры. Всю игру меня преследует. Здесь происходит что-то сюжетное. Они же были на одной стороне, эй. Final Dreadnought. Но хоть перед финалом болтовни было не очень много. Вот здесь, кстати, начинается самое интересное. Да, это финал. Динамичная музыка очень в тему. Шедевральный смех Брэвана. Во втором дредноуте бревно отключает нам кислород. Лайвок скоро задохнется. Мила подает ей воздушный щит, чтобы она могла дышать. Друзья снова приходят на помощь. Подозрительно много жизней на халяву. Серпентайн. Мутировавший Серпентайн. Это самый адский босс в этой игре. Он неадекватно сложный. Господи, сколько же нервов я потеряла на этом боссе. Зато на нем особенная музыка. Она очень классная, эта музыка. Как была у Брэвана. Это что, опять финальный босс? Блин. Мало того, что он резкий, как понос. Мало того, что у него пропасти там по краям. Мало того, что он часто атакует за краем экрана, где его просто не видно. Так у него еще и две стадии. Когда мы его доводим до определенного белого коленя, у него отваливается лицо, и он начинает двигаться еще быстрее. Он просто свел меня с ума. Я была уверена, что это финальный босс. Может быть мы сначала будем биться типа с Серпентайном, потом с Брэвном, но это будет уже финал. И да, на этом боссе я потеряла все жизни. А вот тут наступает момент истины. Момент, который заставил меня чуть ли не разочароваться в этой игре вообще. Оказывается, что в этой игре жизнь ничего не стоит, потому что континуумы здесь бесконечные. Мы теряем все жизни, нажимаем продолжить и начинаем ровно с того же самого места. Прекрасно. То есть весь вот этот сбор синих камней на протяжении всей игры, он оказался абсолютно бесполезен. Ну типа зачем нам жизни, если они все равно типа бесконечные получается? Если нас все равно игра никак не наказывает за то, что мы полностью проиграли. Ощутимый кусок геймплея этой игры просто оказывается бесполезным. Нам не надо ни собирать камни, ни беречь собственную жизнь, вздыхай сколько хочешь. В конце концов я все-таки прошла этого Серпентина. Оказалось, что это не финальный босс. Оказывается, что Final Dreadnought здесь имеет 4 зоны, которые каждая является отдельным уровнем. То есть раньше у нас был уровень как бы разделенный на 2 акта. А здесь Final Dreadnought 1, Final Dreadnought 2, Final Dreadnought 3, Final Dreadnought 4. По-моему так быть не должно. Впрочем, сложность уровней продолжает расти. Моразм крепчал, как говорится. Хах, заметила одно место, которого точно быть не должно. Музыка просто закончилась. И началась заново. Это какая-то жесткая недоработка игры. И это только в третьем Dreadnought. Во всей остальной игре этого нету. Что? Он схватил Милу? Что он сделал с Милой? Как он посмел? Нам придется драться с Милой? Вот это шок-контент. Впрочем, как оказалось, этот босс достаточно лояльный. У него есть места, в которых он просто не может тебя задеть. Ну, типа слепые зоны. Боже, какая же она стрёмная. Как ты, тварь, посмел? Лайлок будет мстить. Лайлок будет жестоко мстить. Никто не тронет Милу. И опять тема дружбы. За своих друзей Лайлок может просто порвать. Поэтому она просто бросает Милу там и бежит за Бреваном. Четвертый Dreadnought. На этот раз это действительно финальный уровень. Напряжение. Волнение. Боль. И спокойная музыка. Меня напугало это место. Просто экран покраснел и все замолчало. Как будто это икзоигра какая-то. Эта комната с прицелом очень короткая и очень бессмысленная. И вот мы наконец добрались до Бревана и философского камня, который он у нас стырил. Мы пришли мстить. Лайлок же не видела, какой он сильный. Она его нисколько не боится. Вы серьезно? Опять корабль Бревана? У вас что, идеи закончились? Что с этой игрой вообще под конец происходит, кстати? Четыре Dreadnought, что выбивается из общей концепции игры. Тупая комната с прицелом. Повторяющийся босс. А еще баг с музыкой и зависающий красный пугающий экран. Это же недоработки. Такое чувство, как будто конец игры попросту не доведен до ума. Сыроватый какой-то. Но вообще-то это финальный босс. Ах, у него несколько стадий. И они достаточно сложные, кстати. Как же здорово, что между этими стадиями есть сохранение. И если нас убьют, то мы сможем начать с прогрессом. Занятный факт. На сложности к Казуалу вторая стадия практически вообще не наносит урона. Некоторые атаки просто наносят ноль. Мордобой с Бреваном рукопашную. Он такой быстрый. Он такой шустрый. Он такой ловкий. У него есть полоска жизни. Это первый и единственный босс, у которого есть полоска жизни. Это будет самый эпический невыносимый бой. Ведь это финальный бой. Правда? Нет. Вы знаете, все-таки Бреван оказался полегче, чем Серпентин мутировавший. Вот там я действительно страдала. А Бревана я убила относительно быстро. Потому что никто не тронет Милу. Ты понял, гад? Вот такие дела. Это была история о том, как одна маленькая девочка-подросток смогла в одиночку уделать великого захватчика целых галактик. Да, все-таки с масштабностью они немножечко перегнули. Вот и получилось клише. Величайший и сильный злодей, которому же с щелбана убить кого угодно, не смог справиться с девчонкой. Но ведь мы видели, как он захватывает целое королевство. А как же все эти истории про покорение галактик? Вот знаете, было бы намного прикольнее, если бы Лайвак такая взяла и со злости, потому что он там убил Милу или что-то с ней сделал. Взяла вот этот вот королевский камень, использовала как-то его силу на себя, мега-мега бафнулась и тогда уже размазала этого Бревана. Но она просто голыми руками его побеждает, понимаете? Вот и результаты. Милу шкур, камень мутер, длинные титры, которые в русификаторе очень даже интересно читать. Вот такие вот у нас получились итоги. Игра очень красивая, потрясающая музыка, бодрый и динамичный геймплей, уровни не наскучивают, интересный персонаж и неплохой сюжет. Ну, я не могу сказать, что он прям шедевр, но он и не ужасен. В нем определенно присутствуют определенные клише и у меня определенно есть к нему определенные вопросы. Сама подача сюжета хромает, слишком затянутые кат-сценки, которые просто устаешь читать и которые содержат много просто воды какой-то. Часто возникают такие вопросы, как что? Ничего не понятно. И только потом ты что-то вроде как понимаешь, а некоторые моменты все равно бред какой-то. Да кто такой этот ваш Спейд? Излишняя масштабность с этим Бреваном. Хватит делать уже игры с такими высокими ставками, как уничтожение вселенной там и все такое. Хотя это может быть наоборот классика такая, что спасти целый мир можем только мы, маленькая девочка. А в итоге минус логика и реалистичность. А зато в сюжете присутствует драма, тема дружбы. Ну вот это вот все. Повторюсь, я не мамкин циник, поэтому мне понравилось. Оказывается в сюжете есть один нюанс, который меня как бы разочаровал. Играя за разных персонажей, мы не одну и ту же историю видим из разных глаз, а разные истории. В прохождении за Милу там вообще все по-другому. То есть сюжет отличается, по всей видимости это такая задумка. Или недоработка. Ну знаете, все-таки было бы прикольнее, если бы сюжет был один, но просто от разных персонажей. Ну что поделать. Ну в геймплее тоже без претензий никак. Самое главное разочарование это бесконечные жизни. Ну вот зачем делать в игре вот эти все кристаллы и потом делать бесконечные континуумы даже без штрафов. Некоторые боссы какие-то неадекватно сложные. Конечно, когда играешь не впервые, они уже не кажутся такими уж прям сложными. Но все-таки я оцениваю сложность по первому прохождению игры. Если вся игра играется нормально, а от босса начинает просто бомбить, то тут явно что-то не так. Если ты страдаешь на каком-то супер сильном боссе, а в дальнейшем боссы оказываются намного легче, а финальный босс легче, чем петух на четвертом уровне, то это явно не нормально. Так что проблемы и косяки у Freedom Planet конечно есть, но тем не менее мне понравилась эта игра. Она оставила у меня множество положительных впечатлений. Она красивая, она нормально играется, так что лично на мой взгляд она стоит того, чтобы в нее сыграть. А как вам Freedom Planet? Делитесь и вы своим мнением об игре в комментариях, будет интересно почитать. А у меня на этом все, с вами была Динса, всем... Субтитры подогнал «Симон»!